Двухэтажный дом на улице Глинки, где на прошлой неделе рухнула крыша над одной из квартир, проверила жилищная инспекция. Результаты обследования специалисты отправят в мэрию, где и будут решать дальнейшую судьбу здания. С одной стороны, жители переезжать не хотят, но в то же время опасаются, как бы потолки не обрушились им на голову. Какой выход предлагают людям? Об этом наш материал. Потолок в одной из квартир в двухэтажке на улице Глинки рухнул в середине прошлой недели. По счастливой случайности, обитатель комнаты в этот момент вышел на кухню. Впрочем, к приезду жилищной инспекции ему все исправили, и никаких жалоб у этого человека уже не было. А вот у соседей они точно есть. У них маленькие дети, и люди очень боятся, что с их потолками будет то же самое. Тем более, что трещинами уже давно покрыта не только кровля, но и стены дома. Ремонт делать бесполезно. Новые обои тут же рвутся. За столом сквозная трещина, которая на улице. Она вот у нас здесь. Мы вот ее уже клеим, но она все равно расходится. Тазики на полу – здесь нормальное дело. Когда дом в 2005-м передавали городу от военных, он уже был в плохом состоянии. С тех пор ни одного ремонта. Зато у каждого жителя внушительная пачка документов – переписка с властями всех уровней. У меня вот мама даже уже честно президенту написала. И нам пришел ответ, что они там передали к нам в администрацию. Но даже от него они даже не приходили все равно. Вот пока вот у соседей подъезда это не случилось, они ничего не делали. Людмила Алексеевна показывает нам затопленный подвал. Она считает, что вода пошла, когда соседям-частникам разрешили подключиться к их системе водоснабжения. С тех пор подымывает фундамент и покосились стены. Но по мнению главного жилищного инспектора причина в другом. Это разрушенная отмостка и недействующие ливневки по ту сторону улицы. По прошлой проверке нашей и по текущему состоянию сейчас, это не похоже на сточные воды. То есть это скорее всего не сточные воды, скорее всего затопление именно извне. То есть это скорее всего какие-то дождевые воды, это те же самые могут быть талые воды весной. Они как бы появляются, затопление, как я помню, периодами. И вода повышается. Повышается весной, повышается дожди. Большинство семей по понятным причинам не хочет приватизировать такое жилье. А вот у Анны ситуация сложнее. Она купила квартиру по ипотеке. В банке заверили, с домом все в порядке. Мы очень хотим, чтобы привели в порядок наш дом. То есть нас это очень беспокоит. То, что произошло, произошло у нашего соседа, как раз у моего. И честно, меня очень пугает ситуация, потому что у меня дети и маленькие дети. Поэтому мы хотим, чтобы нам сделали ремонт. Капитально мы не хотим отсюда переезжать. Жилищная инспекция сейчас готовит заключение о признании дома аварийным. Его отправят в мэрию. Там и будут решать, расселять здание или ремонтировать капитально. Правда, сделать капремонт в этом году, похоже, не выйдет. Программа уже сверстана и отодвигать других участников нельзя, объясняет Сергей Шахрай. Поэтому в лучшем случае 15-й год. Со стороны жилищной инспекции мы постараемся дать свои рекомендации, фонд капитального ремонта, чтобы здесь все будет нормально по платежам, чтобы они могли передвинуть. В очередь, если в случае будут какие-то дома, которые будут признаны аварийными, или будут какие-то неплательщики, чтобы этот дом максимально передвинут. Пока же ремонт кровли запланирован здесь в 16-м. Коммуникации еще через год. Жителям, похоже, остается только молиться, чтобы их дом не развалился раньше, чем до него доберутся, наконец, коммунальщики и строители.